Для кого электронный браслет, а для кого жизнь на широкую ногу? Уже второй день информагентство опубликует материалы о том, как нардеп Вадим Рабинович присматривает земельный участок за рубежом. Причем его запросы ошеломили даже французские СМИ. Именно они первыми показали видео, где политик присматривает землю на одном из элитных островов в Карибском море. Подробности этой истории в нашем следующем материале. Замахнулся так замахнулся. Французский остров Сен-Барт в Карибском море. Настоящий рай для миллионеров. Бирюзовая вода, песок цвета слоновой кости и пейзажи, завораживающие глаз. Именно здесь, по данным французских и украинских СМИ, присматривал участок украинский нардеп, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. Стартовая цена земли – 12 миллионов долларов. Рабинович встречался с владельцем, смотрел план на дело и даже торговался. Сен-Барт – остров для мегаэлиты. Даже аэропорт говорит об этом. Здесь приземляются только легкомоторные самолеты, а отдыхают исключительно богачи. На острове расположены виллы Сильвестра Сталона, Синди Кроуфорд, знаменитого балетмейстера Рудольфа Нуреева. Есть более примитивные схемы, которые покупаются на подставных гостей, строятся фирмы на европейских пенсионеров. Интересно, что по декларации нардеп Рабинович явно землю на Карибах не осилит. Да и в Украине практически всем владеет жена. На ней два дома, земельные участки и квартира. А вот избранник только что орденами да картинами владеет. И еще несколькими компаниями. Сбережений под матрасом тоже на закраничный участок не хватит. Сам нардеп эту историю, конечно же, отрицает. Мол, землю не покупал. Ничего удивительного, говорят политологи. Это сценарий, которому следуют многие украинские политики. Как правило, это имущество имеет сомнительные источники происхождения. Ну, в лучшем случае, серые. История слишком показательная. Если человек, который никогда не занимался крупным бизнесом, ведет образ жизни крупного бизнесмена, ну, как минимум, топ-менеджера крупной компании, ну, возникает вопрос, откуда дровишки, откуда имущество. Дом в элитном районе под Киевом главный радикал приобрел на имя гражданской жены. Особняк в 550 квадратов, по оценкам экспертов, тянет на 15 миллионов гривен. При этом бизнесом супружеская пара не владеет. До избиржений, как и доходов на такое жилье у него по декларации нет. Ирина Волв, Константин Степанов. Подробности. Телеканал Интер.